Добрый день, меня зовут Андрей. Сегодня пойдет речь о таком виде спортивного питания, как аминокислоты. Аминокислоты очень важный компонент в питании спортсменов. Они абсолютно безвредны и могут приниматься в любом своем количестве. Аминокислоты всасываются после приема внутрь в течение 10-15 минут. Особенно актуальны прием аминокислот после занятия спортом, когда открывается так называемое белковое окно. Это когда организм наиболее восприимчив к усвоению белка. В природе существует 150 видов аминокислот. Из них 20 требуются человеческому организму. 12 из них человеческий организм может вырабатывать сам. 8 из них входят в группу так называемых незаменимых аминокислот. Таким образом, принято подразделять аминокислоты на три группы. Заменимые, условно заменимые аминокислоты и незаменимые аминокислоты. К заменимым аминокислотам можно отнести глютамин. Он выполняет функцию магнита для других аминокислот и является незаменимой частью для построения мышечной ткани. К условно заменимым относится аргинин, который активно стимулирует гормон роста и непосредственно участвует в формировании белков и построении мышечной массы. Комплекс БЦА, в него входят три незаменимые аминокислоты, лейцин, изолейцин и валин, которые также выполняют функцию роста мышечной массы. Незаменимые аминокислоты не могут вырабатываться самим организмом и могут поступать только извне. Таким образом, принимая все эти аминокислоты, мы увеличиваем мышечную массу, тонус организма и приобретаем красивое здоровое тело. Видеообзор вам представил Андрей. Заходите на наш сайт, приходите в торговый комплекс «Актив», и мы подберем спортивное питание именно для вас.